МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Огонь добрался до ноябрьска. Сегодня пожар случился в лесополосе нашего региона. Попал под столб, автомобиль раздавила опоры линии электропередач. И сладкий праздник. Сегодня отмечается День шоколада. Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей будут снижены. Накануне сенаторы одобрили соответствующий закон. Согласно документу, сохраняется ставка, исходя из одного минимального размера оплаты труда для ИП с годовым оборотом до 300 тысяч рублей. Но для предпринимателей, чей годовой оборот превышает эту сумму, предусмотрена ставка, исходя из одного МРОД и одного процента от оборота. Кроме того, документ предполагает, что бизнесмены не будут предоставлять никакую дополнительную отчетность в пенсионный фонд, связанную с уплатой страховых взносов. Это обязанность налоговых органов. Добавлю, документ вступит в силу с 1 января 2014 года. Тревожные новости сегодня приходят от спасателей. В регионе вспыхнул новый лесной пожар. Он бушует всего в 43 километрах от города. Его обнаружили в 9 часов утра. Сейчас горят примерно 8 гектаров леса. Пожар низовой, средний, беглый. Тушение ведут спасатели ноябрьского филиала Ямал-Спаса и 47-я пожарная часть. В общей сложности задействованы 20 человек десантно-пожарной службы. Угроза населенным пунктам и объектам экономики пока нет. Причина устанавливается. Авария с участием велосипедистов произошла сегодня в начале третьего дня в районе городской администрации. Папа с сыном катались на велосипедах и решили пересечь дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Осмотревшись по сторонам, велосипедисты убедились в безопасности и продолжили движение по зебре. Путь им уступил и водитель на автомобиле Тойота Винсис. Однако, по словам очевидцев, машина резко тронулась с места в тот момент, когда перед ней оказался отец мальчика. В результате водитель сбил мужчину. Водитель управляет транспортным средством. Тойота Винсис на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил пешехода, ну, то есть велосипедиста. В результате чего совершил наезд на данного велосипедиста. На настоящий момент данный водитель от медосвидетельствования отказался. И сегодня же наш телеоператор стал свидетелем еще одного ДТП. Оно случилось в полдень в районе спорткомплекса «Зенит». Официальных комментариев пока никто не дает, но по кадрам понятно, что машина стала жертвой опоры линии электропередач. Столб упал прямо на крышу «Киосит». С места аварии автомобиль увез эвакуатор. Итоги работы за полгода сегодня подвели полицейские «Ноябрьска». Рост количества преступлений за первое полугодие составил всего 4%, что является лучшим показателем на Ямале. В целом снизился уровень уличной преступности, сократилось количество грабежей и разбоев. В то же время выявлены 9 случаев взяточничества и раскрыто 3 преступления в сфере ЖКХ. Кроме того, на совещании особо отметили тот факт, что полицейским наконец удалось добиться того, что ноябрьцы стали меньше попадаться на уловки телефонных мошенников. Если по итогам 4 месяцев текущего года было зарегистрировано 26 преступлений данного вида, причем в апреле было совершено 15, то в мае их уже было зарегистрировано 6, в июне только 3. К слову, телефонных мошенников очень сложно привлечь к уголовной ответственности. Между тем, ноябрьским полицейским удалось раскрыть в этом году 10 подобных преступлений. Также в первом полугодии значительно возросло количество краж. Речь шла о магазинах олененок, жасмин и монетка. Ну и, пожалуй, самым негативным фактором в деятельности ноябрьского ОМВД стало значительное падение раскрываемости преступлений сразу на 20%. Поэтому показателям местные стражи порядка в округе занимают предпоследнее место среди 13 подразделений полиции. Отсюда и главная задача на второе полугодие – мобилизация всего личного состава на увеличение раскрываемости. Меня, как руководителя, одно из самых крупных на Ямале подразделениях органов внутренних дел не устраивает общий низкий уровень раскрываемости. Это, на мой взгляд, главный критерий оценки деятельности полиции. Количество неоткрытых преступлений по сравнению с прошлым годом возросло почти на 20%. По тяжким и особо тяжким – более чем на 23%. 17 июля в здании администрации города будет работать общественная приемная председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На вопросы горожан ответит руководитель Следственного управления Следственного комитета по Ямалу, генерал-майор юстиции Александр Фумин. Записаться на прием можно уже сейчас по телефону 32-47-51. Ну а далее коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Читайте в свежем выпуске. Существует масса вопросов, которые возникают у граждан к налоговым инспекторам. Чтобы получить информацию, зачастую приходится выстаивать многочасовые очереди. Но все может быть гораздо проще. Оказывается, ответы на все вопросы можно получить по интернету. О том, как это сделать, читайте на третьей полосе издания. Компания «Газпромнефть» одной из первых приступила к реализации проекта по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья и сланцевой нефти. Как ведется работа на этом стратегически важном направлении, читатели узнают, открыв четвертую полосу еженедельника. С 1 сентября вступают в силу многочисленные поправки в сфере дорожного движения. Штрафы за многие нарушения вырастут в разы. Например, невинный, на первый взгляд, разговор за рулем по телефону, без спецгарнитуры, обойдется водителю в полторы тысячи рублей. Зато законодатели возвращают понятие допустимой нормы содержания алкоголя в крови. Обо всех нововведениях читайте на шестой полосе газеты. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. Глава администрации Ноябрьска Жанна Белотская и депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий посетили спортивные объекты города. Вместе с ними на спортивных площадках побывала и наша съемочная группа. Благодаря подписанию совместного договора между муниципалитетом и нефтяниками в Ноябрьске возводятся все новые и новые объекты для массовых занятий спортом. Так сегодня ударными темпами идет строительство большого стадиона на территории детского парка. При этом проект претерпел изменения в лучшую сторону. Сейчас закупается специальное оборудование, которое позволит превращать зимой футбольное поле в ледовую арену для массовых катаний на коньках. Но и это еще не все. У нас планируется в этой части административно-бытовой корпус, который будет не только административный, но и предназначен для Центра боевых искусств. Двухэтажный, либо трехэтажный этот корпус. И трибуны на 400 мест. То есть у нас будет такой стационарный хороший стадион, где мы сможем проводить мероприятия любого уровня. Остается добавить, что строительство стадиона будет завершено в 2014 году, и он станет лучшим на Ямале. Высокая диригация посетила уже действующие спортивные площадки, на которых с утра до вечера не смолкают детские голоса. В ближайшем будущем таких площадок в городе будет 10. На всех объектах установлены или устанавливаются тренажеры и турники. А вскоре планируется закупить специальные вагончики для хранения и выдачи на прокат спортинвентаря и формы. А впереди новые горизонты. Я очень жду Ледовый дворец здесь, в Ноябрьске. Я думаю, что вместе со мной его ждут не только я жду, но и все жители Ноябрьска, молодежь, по крайней мере. В Ингопоре, вы знаете, мы также делаем спортивный комплекс «Зенит» с плавательным бассейном. Ну, я считаю, что, наверное, немало. Ну и, конечно, смотрим в будущее. Надеемся, что все, что мы делаем, мы сможем сделать. Кроме того, по инициативе депутата Сергея Белкия, правительство Тюменской области приняло решение выделить Ноябрьской с Дюстшор на приобретение спортивного инвентаря и формы почти 700 тысяч рублей. А в целом, благодаря конструктивному сотрудничеству компании «Газпромнефть» и администрации города, Ноябрьск превращается в настоящий спортивный оазис Ямала. Оксана Балуна, Артур Кабаневский и Григорий Куроптев. Новости нашего города. На днях очередной юбилей встретила жительница Ноябрьска. Ветеран войны Галина Степановна Котовская отметила свое 90-летие. Разрешите мне от имени издательского дома «Благовест» вас поздравить с этим замечательным праздником. На самом деле, 90 лет – это отличная дата. Спасибо. Наверное, на своем веку вы повидали и хорошее, и не очень. Но я надеюсь, что в следующие годы своей жизни с вами всегда будут ваши любящие дети, ваши внуки. И я думаю, что вы проживете еще немало лет. Одних в Ноябрьске правнуков 10. Она не любит говорить о войне. Человеческие жизни, которые обрывались одна за одной, до сих пор временами снятся ветерану. К слову, сама Котовская в 40-х эти самые жизни спасала. Галина Степановна была медсестрой. Правда, сегодня ее грудь не украшают ордена и медали. Главной наградой в своей жизни Котовская считает детей, которые выросли достойными людьми. Галину Степановну Котовскую в день юбилея поздравили представители администрации Ноябрьска, городского совета ветеранов, органов социальной защиты, а также депутат Тюменской областной думы по ноябрьскому избирательному округу номер 3, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. В своем поздравительном адресе Сергей Белкий пожелал Галине Степановне крепкого сибирского здоровья, благополучия, любви и заботы родных, долголетия и процветания. От народного избранника именинница получила цветы и подарок. И вот что в частности говорится в поздравительном адресе. Ваша жизнь – образец преданности отчизни, неиссякаемого трудолюбия и беззаветного служения делу. Примите слова искренней благодарности за все, что вы сделали для нашей страны. Забота о пожилых гражданах – долг каждого из нас, забывать о котором нельзя, ведь старшее поколение – это золотой фонд страны, хранящий ее лучшие традиции, сказал Сергей Белкий в своем поздравлении. На Ямале названы имена 13 кандидатов в факелоносцы Олимпийского огня. Среди них – выдающиеся спортсмены округа и учителя. В списке будущих участников главного события страны оказались и двое жителей Ноябрьска. Это учитель 10-й школы, почетный работник образования Игорь Ткачук, а также путешественник и профессиональный альпинист Владимир Пушкарев. Эстафета Олимпийского огня на Ямале пройдет в ноябре, в Салехарде и в Новом Уренгое. В это время будут организованы ряд культурных и общеобразовательных мероприятий, посвященных истории эстафеты и Олимпийского движения в целом. Добавлю, полный список участников эстафеты от Ямала станет известен к октябрю. Праздник для сладкоежек. Сегодня Всемирный день шоколада. Отмечать этот день придумали французы в 95-м году прошлого столетия. Пища богов, черное золото – это только некоторые примеры того, как называли эту сладость в разные времена. Считается, что шоколад улучшает настроение, поддерживает тонус и замедляет процессы старения в организме. Правда, хороший шоколад в последнее время еще надо поискать. Самыми полезными считаются именно темные сорта. Кстати, первый памятник шоколаду 4 года назад установили в городе Покрове, Владимирской области. Бронзовый монумент высотой 3 метра и весом 600 килограмм. Статуя словно создана из плитки шоколада и представляет собой образ сказочного персонажа с шоколадкой в руке. А что думают об этом празднике жители Ноябрьска? И есть ли в городе те, кто привык День шоколада отмечать, мы сегодня поинтересовались у горожан. Чтоб слаще было. Пусть будут. А вообще-то деткам сильно много шоколада нельзя. Взрослым можно. И чем побольше. А как можно было бы отметить этот праздник? Как? Ну, что-то шоколады сделать красивые. Показывали сегодня по телевизору же. Пусть делают шоколады. Шоколадные пиалки, зверюшек. Нормально отношусь. Купить шоколад, чай заварить, сесть в компанию, посидеть. Попробовать шоколад вкусный, полезный. Пусть детки отмечают, конечно. К шоколаду отношусь положительно. Люблю. А своих бы как-нибудь, может быть, деток угостили в честь праздника? У меня детка, это сын, ему 30 лет. Обязательно это сделаю. Во время войны какой там шоколад был? Никакого не было шоколада. Поэтому я к нему не очень-то и стремлюсь. Правда, он у меня всегда дома есть. Я его помаленьку употребляю. Когда сильно сладкого захочется. Если бы я была как организатором такого праздника, я бы, наверное, сделала бы костюмированные такие карнавалы на улицах. Или дарила бы, или за мизерные цены там продавали бы шоколады, чтобы больше детвора. Очень много женщин, даже мужчины очень много любят шоколады. Постей собрать, даже, может быть, в масштабе города, выложить тот же шоколад, пусть даже раз в жизни бесплатно. Знаете, люди как будут, даже не ради того, что бесплатно, а чтобы вместе побыть всем. А дети как рады будут. Так ли уж часто мы бываем с нашими детьми и с внуками. А это какая радость еще с шоколадом. А у меня на этом все. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова